Многие представители животного мира прирожденные боги маскировки. Так что в следующий раз вам стоит присмотреться к цветочку, который вы решите сорвать, чтобы понюхать. Со временем люди научились незаметно вливаться в компанию птиц. И вот отличный пример этого. Парень искусно вписался в компанию голубей. Идеально слился с коллективом. Полиция, похоже, даже не подозревает, что среди них есть шпион. Выдает его разве что яркая прическа. Привет, с вами канал Фактория. И не говорите, что не мечтали взять свой ноутбук на учебу, чтобы совместить приятное с полезным. Один из учеников все-таки осмелился на этот шаг. Интересно, как скоро его заметили? В какой-то момент олень понял, что у домашних животных условия куда более комфортны, чем у диких. Поэтому решил незаметно вписаться в чью-то семью. Может, я и не розовый фламинго, но без проблем могу повторить их позу. Похоже, примерно с такими мыслями он захотел попозировать на камеру. Когда с тобой живут две большие собаки, не остается другого варианта, кроме как замаскироваться, чтобы они приняли тебя за своего и не мучили. Присмотритесь внимательней к этой куче осенних листьев. В них валяется щенок, который, кажется, решил поиграть в прятки со своими хозяевами. Скрываясь за этим деревом, кто-то не учел то, что его очень сильно выдает собственная тень. Этому человеку следует поучиться прятаться получше. Такое чувство, будто кто-то проходил мимо этого холодильника с молоком и подумал, что лучше он купит его, а чистящее средство отложит до следующего похода в супермаркет. Когда нашел себе новых друзей, но они не хотят принимать тебя в свою компанию, потому что ты слишком сильно выделяешься. Поэтому пришлось немного изменить свою внешность. На некоторых лекциях в университете бывает так много студентов, что сложно среди них заметить кого-то лишнего. А вы нашли выделяющегося персонажа? Кто-то взял с собой на учебу свою собаку. У черных кошек получается слиться с некоторыми объектами лучше остальных. Обратите внимание на телевизор, перед ним сидит кот. Присылайте по ссылкам в описании ситуации, когда ваш питомец идеально замаскировался. Найдите самозванца Удивительно, насколько похожа реальная собака на мягкие игрушки. Практически и не отличишь в такой толпе. Выражение «волк в овечьей шкуре» еще никогда не было настолько подходящим. Как удалось усмирить целое стадо, чтобы можно было сделать такую фотографию? Похоже, кот не особо рад тому, что ему приходится жить в компании семи собак. Но не остается никакого выбора, кроме как стать похожим на них. А глаза-то все равно выдают его недовольство. Отдыхая в Таиланде, у вас есть уникальная возможность встретиться лицом к лицу с лишайниковым пауком, который имеет способность превосходно сливаться с деревьями. Если что, на этом сидении лежит планшет, чехол которого идеально подходит к салону автомобиля. Главное не забыть вовремя убрать его, иначе кто-нибудь точно сядет сверху. Листохвостый геккон буквально сливается с увядшими листьями растений. Даже сложно поверить, что это действительно реальное существо. Фотография сделана на Мадагаскаре. Спряталась девочка неплохо, но ее выдает одна маленькая деталь. Зеркало, которое стоит за диваном. Такую грубую ошибку невозможно было не сфотографировать. Попытайтесь найти снежного барса на скале. Ну что, получилось? Ладно, так уж и быть, помогу тем, у кого не вышло. Вот же он! Еще одна ящерица, которая была сфотографирована на Мадагаскаре. Это мшистый плоскохвостый геккон. 99% людей бы прошли мимо этого дерева, даже не заметив его присутствия. И даже на этом листочке спрятался живой организм. Гусеница имеет настолько схожий окрас, что едва понятно, что на растении кто-то сидит. А если вы увидите такой бугорок где-нибудь в дикой природе, то мой вам совет, начинайте двигаться в другом направлении. Потому что это самый настоящий медведь-гризли. Думаю, все знают, что обезьяны весьма смышленые представители фауны. А капуцины тем более. Похоже, что в какой-то момент он понял, что его окрас позволяет практически незаметно передвигаться верхом на собаке, без особых усилий. В этот раз слиться с окружающими объектами, а точнее игрушечным медвежонкам, удалось белой кошке. Похоже, что это ее любимая игрушка в доме. Еще один белый и пушистый отдыхает на ковре. И не избежать неприятностей тому, кто случайно наступит на своего питомца, не заметив его. Белую куропатку практически невозможно различить на фоне сугробов. Но моим внимательным подписчикам наверняка и это удалось. Видимо, он просто пробегал мимо и заметил какое-то странное собрание своих игрушечных собратьев. Ну и не упустил возможность лишний раз попозировать своему хозяину. Наверное, никто не станет отрицать, что шарпеи – удивительная порода собак. Они даже могут слиться со сложенным бельем своих хозяев. Его глаза так и говорят, что пес совершенно не понимает, что здесь происходит. Кстати, у всех игрушек тоже глаза в небольшом недоумении. Для всех существ нашей планеты отдых на кактусах – это скорее похоже на какую-то пытку. Для всех, кроме ежей. Им, видимо, более подходящего места придумать сложно. Посмотрите, как он счастлив. Когда спускаешься по этой лестнице, думаешь, что здесь внизу все нормально. Вот только на самом деле внизу замаскирована еще одна ступенька. В этом доме живет очень коварный человек. Еще одно существо, которое имеет удивительную способность маскироваться под листья. Спорим, вы бы и не заметили это, проходя мимо. Даже если ты обладатель ну просто гигантских размеров, все равно сможешь спрятаться. Для тех, кто еще не понял, в правой части фотографии спокойно себе стоит жираф. Для некоторых людей вся жизнь – это сплошные игры в прятки. Куда же он едет в таком виде? На охоту? Или это спецагент, который пока что еще не очень хорошо владеет искусством сливаться с окружающим миром? Не знаю, зачем это сделали, но издалека эту мишуру точно сложно будет отличить от выключенных проблесковых маячков спецтехники. Сегодня в магазине я обнаружил, что лимоны-то уже совсем не те, что раньше. Комментирует эту ситуацию автор фотографии. Многие камеры видеонаблюдения достаточно заметны, поэтому скрытыми их назвать сложно. Но в этом случае постарались на славу. Интересно, на какой же территории их установили? Собака, похоже, очень рада тому, как мастерски ей удалось спрятаться. Вот только она совсем не понимает, что в любой момент на нее может кто-нибудь сесть. Думаете, если попугаи имеют такой яркий окрас, то они не смогут слиться с каким-нибудь предметом? Как бы не так, этой птичке вот получилось практически незаметно вписаться в миску с бананами. Исполинский козадой уникальная птица. Они маскируются под ветки деревьев так, что их крайне сложно различить. И вот вам наглядный пример. А вы думали, что камуфляж подвластен только человеку? Почему-то мне кажется, что хозяин этого пса какой-нибудь охотник, который и научил своего друга такому. Не знаю, что это за помещение, но тот, кто его построил, настоящий гений. Как могло прийти в голову замаскировать свое укромное местечко под кучу бревен? Хоть эту рыбу и поймали во время рыбалки, она все равно до последнего момента пытается слиться на фоне одежды мужчины. Кошка, наверное, даже не подозревает, как сложно приходится ее хозяевам в попытках найти своего питомца, пока тот спит на этом полу. На этой фотографии не один мастер маскировки, а целых четыре. А краса обезьян позволяет им оставаться практически незаметными на фоне дерева. Сейчас вам предстоит крайне тяжелая задача. Попытайтесь найти здесь пуму. На это я дам вам немного времени. Ну, как успехи? Все это время она спокойно отдыхала в этом месте. Кажется, после сегодняшнего дня некоторые будут держаться подальше от растений. По этому дереву ползет небольшая змейка. Когда хозяева окончательно достали тебя. И остается лишь один вариант, постоянно пытаться где-нибудь скрыться от их глаз. К сожалению, в этот раз его быстро нашли. Еще один кот нашел себе убежище от надоедливых людишек. Оно настолько идеально, что здесь есть даже небольшое окошко для того, чтобы можно было следить за происходящим вокруг. Когда заводите собаку с кошкой похожих окрасов, будьте готовы к тому, что они могут сливаться на фоне друг друга. Так и случилось с этим котенком, ползающим по псу. Присутствие этого кота выдает лишь пара открытых глаз. Если бы он спал, то найти мохнатого было бы гораздо сложнее. Не самое подходящее место для отдыха. Кто-то сильно рискует тем, что его нечаянно наденут на голову. В этом случае недовольными останутся все. У морских обитателей тоже отлично получается сливаться с остальным миром. И эту способность демонстрирует крапчатый сэндап. Хоть у этой жабы и не совсем привычный окрас, она все равно нашла место, с которым отлично сочетается. Кто-то маскирует не только себя самого, но еще и свое средство передвижения. Как вам такой скутер? Я бы даже прокатился бы на нем разок. На некоторые мероприятия проносить алкоголь запрещено, но один смышленый человек нашел выход. В этом ему помог стакан от газировки. Не знаю, зачем кому-то понадобилось маскировать ворота своего гаража под остальную стену, но тем не менее у него это получилось неплохо. Просто поляна с растениями? Вовсе нет. На самом деле на этом снимке очень много маленьких лягушек. Их даже и не сосчитать! А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании, и мы их даже не маскировали. Прям так вот просто в описании есть ссылки, представляешь? Ты без труда их отыщешь! Субтитры сделал DimaTorzok